Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите программу сегодня в студии прямого эфира журналист Антон Хатиновский. В последнее время мы все чаще слышим слова о том, что появились болезни, о которых мы уже немножечко позабыли, в том числе и COVID-19, который активизировался у нас в нашей столице. И с тем, чтобы поговорить о том, как в целом стоит ситуация эпидемиологическая на территории области ЖТСУ, мы пригласили к нам в студию прямого эфира главного эпидемиолога области ЖТСУ Сахареева Рандира Таулетовича и заместителя руководителя управления здравоохранения области ЖТСУ Норман Бетову Жанету Нариманну. Итак, здравствуйте, уважаемые гости. Рандир Таулетович, первый вопрос, наверное, к вам такой. В целом, какова эпидемиологическая обстановка по области? В республике говорят, что уровень заболеваемости уже начинает, в общем, показатели в 2,5 раза растут и появился COVID снова, что внушает некоторые опасения не только жителям страны, но и жителям нашего региона, не в тех местах, где он только появился, но и нас. Как вот обстоит на сегодняшний день дела с этим заболеванием? Ну и в целом, какова ситуация? Добрый вечер. На сегодня по республике в крупных городах идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, но область ЖТСУ у нас находится сейчас в зеленой зоне. У нас зарегистрированных случаев, на сегодняшний день зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, которые заболели, не зарегистрированы. По области ЖТСУ, как мы ожидаем поставку вакцины отечественной Казвак в количестве 2000 доз в ближайшее время, если, смотря на эпидситуацию, мы начнем вакцинацию от коронавирусной инфекции. Ну, ситуацию, то есть, сложной назвать нельзя? Нет, у нас сейчас зарегистрированных случаев нету. Мы в зеленой зоне. В целом, какие меры предпринять, чтобы нам вот как-то обезопасить себя от этого заболевания? Что сделать людям, чтобы вот, ну, мы, наверное, может быть, их и знаем, эти меры безопасности, но где-то немножко позабыли? Ну, да, мы уже, как это, подзабыли, уже два года прошло после пандемии. Ну, профилактика остается такая же. Ношение масок, вакцинирование и дистанцирование. Скажите, пожалуйста, какие еще нам могут грозить заболевания, которых нам стоит бояться, вот особенно вирусных, наверное, каких-то инфекций? Ну, на сегодняшний день у нас сейчас идет рост случаев кори и ОРВИ. И об этом может расскажет Жената Наримановна. Ну, Жената Наримановна, скажите, пожалуйста, вот какова ситуация с этими заболеваниями? Тем более, что в последнее время мы часто об этом говорим. И не только мы, но и другие телеканалы, и в средствах массовой информации, и в социальных сетях везде говорят о том, что вот корь поднялась, поднялся уровень заболеваемости. Вот на ваш взгляд, с чем это связано и как от него спастись? Добрый вечер. Да, у нас сейчас по республике Казахстан. Где-то с октября месяца у нас идет повышение заболеваемости кори. Мы полностью проводим сейчас работу, чтобы остановить рост кори. На сегодня у нас практически как бы заканчивается массовая иммунизация кори, как среди детей, так и взрослых. Поэтому вакцинами мы полностью область ЖТС обеспечены, проводится полностью вакцинация. Я так думаю, на сегодня вот у нас зарегистрировано 63 случая заболевших кори, из них 45 находятся в стационаре. Тяжелых случаев среди заболевших кори на сегодня у нас нет. За время, если взять с октября месяца, за вот эти месяцы, которые идет как бы рост кори по республике Казахстан, у нас ситуация такая стабильная. То есть не было у нас таких тяжелых случаев с летальным исходом, тем более у нас таких случаев в области ЖТС не зарегистрировано. Вы знаете, вот людей больше всего волнует такой вопрос, вот появилась болезнь, всплеск, буквально вирусная атака идет, я, наверное, правильно назвал, вирусная атака на нас, на всех. Все болеют, чихают, кашляют, температура, ну спасу нет. И потом вот раз и все это исчезло, и мы про все это забыли, ходим счастливые, довольные. Вот куда девается вирус и как он снова может появиться, вот так вот внезапно и в таком вот масштабе массовом буквально. И что самое страшное, это то, что болеют дети, маленькие дети, которые, ну, кроме как заплакать и показать, что что-то болит, не могут. Вот знаете, вообще сколько мы, вот существует наше, как бы сказать, человечество, да, явления ОРВИ, гриппа, да, те же детские инфекции, среди них коль, она всегда была. Она всегда была, есть и будет, потому что у нас есть население, которое не проводит вакцинацию. Конечно, самый основной метод предохранения от всех этих инфекций, это вакцинация. Вакцинация у нас полностью бесплатна по всей республике, вакцины у нас в достаточном количестве. Из-за того, что вот родители, особенно вот дети, видите, дети, за них несут ответственность родители. И родители не проводят детям иммунизацию. У нас очень много сейчас таких моментов, когда по религиозным соображениям родители отказываются от вакцинации. И из тех детей, которые вот у нас даже заболели по областью, основная цифра идет именно те родители, которые не вакцинировали этих детей. Они же ходят, понимаете, дети, это, почему они больше всего подвержены? Потому что посещение детских садов, школы, они находятся в таком скоплении общества, где чаще всего и происходит заражение всех инфекций. Потому что все инфекции, они как бы больше всего передаются воздушно-капельным путем. А что сделать для того, чтобы вот ребенок не заболел? Понимаете, вот как бы лечение медицинского, вот чисто вот от кори взять, да, его не существует. Оно симптоматическое. Ну мы же вот смотрите, вот мы же смотрим, вот у нас великий доктор Гугл, который знает все, да, и другие поисковые системы в интернете. Каждый родитель, ребенок раз заболел, соперниками побежали, сразу раз, надо то дать, надо да. Насколько это опасно заниматься самолечением, пусть даже, вот как вы говорите, симптоматических вот факторов каких-то. Вот смотрите, кори вообще это очень высококонтагиозная инфекция, она считается, да, болезнь. Вирус очень легко распространяется при дыхании, при чихании, при кашле. То есть, если человек зараженный, мы, например, можем не знать, что человек зараженный, потому что симптомы кори обычно появляются через 10-14 дней. Когда уже происходит контакт, и только через 10-14 дней появляются эти симптомы. Наиболее, вот основной компонент, когда мы выявляем, что это кори, это сыпь. Он появляется только через 10-14 дней. Вначале он практикает, как будто бы это вот явление ОРВИ. То есть, появляется высокая температура, насморк, слабость, озноб может быть. И дети, родители начинают заниматься самолечением. Начинают заниматься самолечением, не ходят они, конечно, в больницы. Потом, когда уже появляется сыпь, они приходят к своему доктору на участку, либо они сразу обращаются в детскую больницу или в инфекционную больницу. Когда уже берутся анализы, действительно подтверждается коревая инфекция. Коревая инфекция, видите, и она протекает в тяжёлом случае, когда идёт запущенное. Потому что бывает, мы должны диагностировать, действительно ли это корь. Иногда бывает у детей реакция на какой-нибудь... Вот родители, если занимаются самолечением, то есть они дают препарат. И может быть какая-то аллергическая реакция, которая тоже может проходить в виде высыпания. И здесь нужно проводить уже диагностику между этим, действительно ли это корь или это аллергическая реакция. Понимаете? И вот здесь иногда бывают затруднения. Поэтому родителям мы всегда рекомендуем. Вообще сейчас, видите, во всех поликлиниках, также в районных больницах, во всех сёлах, везде есть чаты. Ну, раз так как мы живём в мире цифровизации, есть чаты, где все родители сидят вместе. И там у них сидит доктор, медсестра, которая регулирует. То есть они могут даже по телефону, хоть когда медицинские работники 24 часа в сутки, они отвечают на все вопросы, которые задают именно мамы, ну, папы, там, бабушки. И если они вовремя предупреждают, вовремя спрашивают и приходят на приём, даже могут не прийти на приём, они вызывают, доктор посещает на дому. Посещают на дому, и если всё это вовремя делается, то всё это можно предотвратить. То есть предотвратить осложнение всех этих инфекций. Осложнение, вот как мы недавно улыбнулись, что есть лечение, правильно, мы же лечение проводим симптоматическое. То есть если начинаются чихания, если начинаются выделения из носовых путей, конечно, мы начинаем пользоваться каплями, то есть мы начинаем принимать какие-то препараты. И иногда родители начинают сразу с антибиотиков, потом бывает очень сложно. Видите, сама по себе оно протекает так, а сыпь-то появляется уже через 10-14 дней, то есть через 2 недели примерно. И вот лечение, это чисто симптоматическое идёт. Скажите, пожалуйста, нахватает ли нам на сегодняшний день квалифицированных врачей-инфекционистов, которые с лёгкостью могут распознавать тот или иной вирус и принять вовремя необходимые меры для того, чтобы спасти жизнь пациентам? Потому что сейчас многие говорят, что у нас, дескать, медицинских специалистов не хватает. Вот хватает ли именно в этом направлении? Вы знаете, для того, чтобы выявить какую-либо инфекцию, не обязательно специалист должен быть именно узкого профиля, то есть он не обязательно должен быть врачом-инфекционистом. Это врач ВОК, то есть врач общей практики. Есть сейчас, видите, у нас же сейчас все врачи общей практики, то есть это от нуля до пока сколько лет живёт, он всё время, этот врач, он коррегирует своё население, которое прикреплено к нему на участке, и он ведёт всех этих больных. То есть не обязательно быть узким специалистом. Любой врач общей практики, терапевт, педиатр тоже, они определяют инфекцию. Есть у нас инфекционная больница, вы знаете, да, в городе Талдукурган, у нас есть областная инфекционная больница, и есть у нас практически во всех районах у нас есть инфекционное отделение при центральных районах больницах, где есть специалисты именно узкого профиля. Это инфекционисты, которые занимаются. То есть как бы можно сказать, что в нашей области нет такого, чтобы у нас не хватает именно врачей-инфекционистов. То есть специалисты есть? Специалисты есть. Рандир Довлетович, к вам вопрос такой. Вот как главный эпидемиолог области, каких ещё, скажем так, инфекций можно ожидать? Вирусов, да, будем говорить. Инфекции бывают разные, а вирусы, вот как раз-таки о них мы и говорим. Вот каких ещё можно вирусов опасаться? Что может прийти? Вот ладно, ОРВИ, мы уже по ОРВИ поговорили, корь, теперь ковид вспомнили. Что ещё может к нам прийти, такое неожиданное, или может быть даже забытое, и что против этого можно предпринять? Да, конечно, мы многие инфекции, многие заболевания уже на данный момент благодаря прививкам забыли. Но если сейчас вот у нас среди населения растёт количество отказников от вакцинации, ну, последствия могут быть такие, что могут вернуться вот давно забытые болезни, такие как полиамилит или коклюш, пневмококовые какие-то инфекции. Вы знаете, по календарю, по национальному календарю, там от 15 инфекций у нас делаются вакцины. Вот эти все 15 инфекций могут прийти. Если у нас среди населения количество отказников будет, если расти, то эти инфекции предположительно могут ещё возникнуть. Скажите, пожалуйста, а как вы боретесь с отказниками? Ведь когда нам плохо, вот буквально случай недавно был в соседней, по-моему, Атинской области, когда ребёнок скончался от заболевания кори, родители оказались верующими, верить, конечно, это хорошо, но быть глубоким и убеждённым антиваксером, практически и фактически доведя своего ребёнка до смерти, я думаю, что это не очень хорошо. Есть ли какие-либо меры воздействия на таких людей и какая работа проводится по разъяснению данной ситуации о необходимости всё-таки привить своего ребёнка и соблюдать вот тот прививочный календарь национальный, который на сегодняшний день рекомендован здравоохранением? Ну, среди населения проводится сам просвет работы. В основном мы работаем совместно с теологами, иногда приглашаем имамов мечетей. В основном тоже много работы ведутся в цифровом контенте. Много печатаемся в социальных сетях, и также в стационарах, поликлиниках, приёмных покоях мы сделали такие буклетики, прошёрки, которые раздаём, которые приходят в поликлинику, населению, которое приходит в поликлинику или больницу. Можно ещё дополнить? Во всех практически у нас поликлиниках имеются мониторинги, то есть телевидение, когда мамы и любой человек приходят на приём, они, конечно, обращают внимание, потому что это в центре расположены, и по ним транслируется именно, как нужно будет, вот по коре, по ОРВИ, по всем. То есть то, что вот сейчас на сегодня очень такое вот заинтересовано, они всю информацию могут слушать, это всё по телевидению, во всех поликлиниках и в районах больницах транслируется. Вот у меня такой вопрос. На ваш взгляд, как профессионалов, ведь раньше, ну, я помню по своему детству, вот мы как-то вот эти прививки у нас одну за одной, одну за одной, и как бы не было никаких отказов, отказов, ну, тогда, естественно, и информатизации такой не было, ни цифровых технологий, все говорили, да я вот своему прививку поставил, ой, не болеет, бегает, он носится, а там минус 10, минус 5, раздетый по улице. Вот с чем всё-таки связано то, что на сегодняшний день, несмотря на то, что мы становимся, скажем так, умнее на порядок информирования, но почему-то на порядок менее ответственны к тому, что мы должны сделать, ответственны к своему здоровью и здоровью своих детей. Я не говорю, что с точки медицинской зрения, вот именно со своей вот точки зрения. Вот знаете, здесь, конечно, это такой вопрос, который можно и, ну, как бы обсуждать, много о нём можно говорить, у каждого своя точка зрения, да, но в данной ситуации, я так думаю, всё равно, если это ребёнок, ответственность за ребёнка несёт родители, мама и папа, правильно, да? Вот мы, дети советского времени с вами, да, вот, ну, Рандирдору лет ещё чуть-чуть помоложе, мы выросли в то время, когда, как бы, это было, вот, есть закон, да, вот, ну, как бы, положено, все мы получали прививки, да? Если разобраться, эти же прививки получали, как было это в начале века ещё 20-го, 19-го, да, они же так и остались, понимаете? Просто сейчас, конечно, производители другие, да, как бы, названия, возможно, другие, но сама вакцина, она, как была, вот, делается из чего, как это вот, ну, каждый человек может узнать, если захочет, она осталась такая же, и поэтому я бы не сказала, что именно вот вакцина, она приводит к каким-то последствиям, какие-то есть осложнения, наоборот, люди не задумываются о том, что вот если даже возьмём тот же полиэмилит, да, вот сейчас, как бы, наша страна, мы далеки от этого, но вот сейчас то поколение, это вот сейчас же то поколение, которое выросло, мы же выросли на прививках, а вот сейчас идёт поколение, они не прививаются, и через какое-то количество времени, возможно, мы ожидаем, вот Рандир Давыдович правильно сказал, мы в будущем ожидаем эти заболевания, потому что на сегодня эти дети непривитые, понимаете? Поэтому необходимо делать, это же не только вот сейчас привил, это всё, раз прививку сделали, то есть мы каким-то образом защищаем этого ребёнка в будущем от этого заболевания, понимаете? И мы должны задумываться о будущем своего ребёнка, и нужно вакцинировать. То, что вот мнение такое складывается, я так думаю, это просто те родители, которые, ну, возможно, у них идёт неправильная информация, хотя в СМИ, да, вот везде у нас сейчас придут, и на участке говорят, да, как мы уже говорим, везде у нас есть информация, всё это открыто, как вы сейчас только сами сказали, у нас есть гугл, можно открыть и прочитать, то есть каждый человек, если он заинтересован в здоровье своего ребёнка, он должен прививку делать. Потом, видите, я так думаю, что каждый человек, он должен быть ответственный за своё здоровье, то есть не только так, что вот мы, медики, да, отвечаем за здоровье, но человек тоже должен. Если человек заботится о своём здоровье, это правильное питание, вовремя, значит, право, сон, да, вот ночной обязательно, режим соблюдать, то есть, ну, как бы сказать, основное, вот от чего мы, всё равно это зависит от самого человека, его здоровья. Если он вовремя приходит, то есть те же профилактики, вот не так, что вот он уже заболел, обратился в больницу, когда уже и медицина даже помочь не может, потому что это хроническое течение, и он довёл себя до такого состояния. То есть человек, он не должен, он должен проходить профилактику, то есть он приходит, просто пройдёт обследование, и он уже знает, что у него есть какие-то начальные этапы заболевания, то есть легче предупредить болезнь, чем потом её лечить. Ну вот я так думаю, должно быть отношение человека такое же, как у медиков, то есть он должен также отвечать за своё здоровье. Понятно, но люди всё равно, как их, как не предупреждай, как не говори, если заболел, виноват кто? Медик, недовередел, виноват врач. К вам, Рандир Владимирович, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, не ожидаете ли вы вот того, что нам снова придётся одеть маски, масочный режим, тем более, что уже сейчас, буквально позавчера, было объявлено о необходимости их ношения? Будет ли это, как вот при ковиде, в таком вот достаточно серьёзном формате, что все поголовно в масках, без них никуда, вышел без масочки, пожалуйста, извольте оплатить штраф. Нет, это профилактика. Нет, насчёт штрафа я, конечно, сомневаюсь, но это всё зависит от эпицитуации. Но 8 февраля вышло постановление главного санитарного врача о том, что в помещениях, в дошкольных учреждениях, в больницах, везде должны носить маски. Но в связи с распространением коронавирусной инфекции мы будем дальше следить за эпицитуацией, но в дальнейшем, я думаю, уже будет смягчение. Просто это, знаете, ещё с целью, чтобы обезопасить население. Не так, чтобы вот не подумать, что вот всё, коронавирус. Нет, конечно. В любом случае, раз где-то у нас уже есть люди, которые заболели, мы должны обезопасить народ. А первое – это ношение масок, мытьё рук и соблюдать дистанционный режим. В любом случае, мы должны как бы… Это профилактика. Это с профилактической целью вышел приказ, чтобы мы носили маски. Ну что ж, спасибо вам, уважаемые гости, что вы нашли время прийти к нам в программу сегодня, ответить на наши вопросы, прояснить эпидситуацию, рассказать о том, как защитить себя и своих близких от различного рода инфекций. Удачи вам в вашей работе, поменьше пациентов, ну и только хороших новостей, что в области ЖТСУ вообще нет никаких вирусов. Ну а нашим телезрителям я посоветую только одно – соблюдать санитарно-гигиенические требования и вести здоровый образ жизни. В общем, будьте здоровы. До встречи на телеканале ЖТСУ. До свидания.